Привет, друзья. Рекомендации для этих молодых парней. Добро пожаловать на мини-завод производства компьютерного контента. Мы находимся в городе Белгороде, марсиская хэппи-пси. Я Даня, оператор Антоха, нереально крутой чувак Ваня. Чем тут занимаемся? В основном нам приносят все, что связано с компьютерами и ноутбуки. Абсолютно могут быть разные задачи у людей. Вот мы стараемся их удовлетворить. Что-то получается, что-то нет. Мы постараемся искренне показывать жизнь нашу компьютерную и то, к чему мы движемся. У нас была маленькая сначала мастерская, сейчас она уже чуть-чуть побольше. В общем, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год мы движемся к какой-то глобальной цели сделать действительно очень хороший качественный сервис и поднять уровень этой темы на новые горизонты. Сегодня у нас тоже будет достаточно много интересной информации. А начнем из того, что происходит в целом. Я покажу. Вот жизнь компьютерная. Буквально секундочку. Человек, иди сюда, Антох. Это вот компьютерные извращения, их так называют, в каком-то смысле слова. Позвонил, сказал, у человека стоит i5-7400, 1660 видеокарта. То есть, в принципе, очень неплохая по-самой себе сборка. И нам нужно что сделать? Просто сделать апгрейд. Я даже не знаю, апгрейд это или что это. Просто человек хочет прийти на другую платформу. На самом деле, i5-7400 очень хороший процесс, то есть, он действительно неплохой. На сегодняшний день можно во все что угодно играться. И 1660 видеокарт, ну, грех назвать плохим. Но человек решил избавиться от 7400 и взять себе вот такой вот камушек. Это у нас Ryzen 5 3600. Ой, не 3600, а 2600. Это, конечно, повеселее с точки зрения многопоточности. Вот. Производительственно одно ядро под вопросом, но, конечно, многопоток решает. Не вопрос. Просто человек переходит на более, на другую платформу принципиально. Но самое интересное, что он сказал, я еще, наверное, поеду и куплю 1070. То есть, человек хочет 1660 и его поменять на 1070. То есть, это такие, какие-то своего рода махинации, достаточно странные. Я бы, если уж мы про это говорим... Она старше 1660 видеокарты. На самом деле, вопросы там про роста производительства тоже под сомнением. Но сама тенденция интересная, что происходит. То есть, вот эта вот задача, допустим, на сегодня моя, мне нужно это быстренько все перекинуть, протестировать, убедиться, подключить через хаби кучу кулеров. В общем, сделать вот такой, немножко память погнать для Ryzen. То есть, какие-то символические вещи, забавные достаточно случаи. Следующий момент тоже из серии. У человека, у парня, стояла там DDR3 в общей сложности, сейчас скажу, 20 гигабайт. Две планки по 8, одна по 4, это 20. 16 плюс 4, 20, да. В итоге мы... Четырехъядерный FX у него был, и он себе обновил платформу. Вот, сам притащил железо. Вы помните, в системе, где процессор вырванный был целиком, это как раз именно он. У нас теперь вместо 20 DDR3, 8 DDR4 памяти и i3-9100F. Собственно говоря, денег потрачено достаточно много. Ну, интересный тоже момент. Я бы, наверное, все-таки в этом бюджете рассматривал бы Ryzen. Но, в принципе, что есть, то есть. Просто сам факт, что было 20 гигов DDR3, теперь 8 DDR4. Апгрейд, но тоже со своими разными нюансами. У Вани мистика происходит. Ваня, просто... Ну, я передам слово тебе, что у нас происходит? Скажи, пожалуйста. Ой, опять мне приходится маты заваллировать чем-то. У нас есть вот такой вот калькулятор фирмы HP, который не выдает ISO, пока ему не передернут оперу, судя по всему. Вот. Любит ноутбук, чтобы ему что-нибудь передергали. Самое интересное, что у него опера в самом-самом-самом нехорошем месте находится. Я, поскольку чуть более сдержанный в выражениях, могу позволить рассказать чуть более глубоко. Сам факт интересный. То есть, его родная материнская плата ведет себя по факту так же. Передергиваешь оперативную память, все загорается картинка. Мы после диагностики, прошивки там BIOS, пришли к тому, что, скорее всего, не знаю, там потихонечку сам по себе прос отваливается и у него такие вещи все ведет. Самое интересное, что меняем на нашу материнскую плату те же самые симптомы. При том, что, в принципе, все остальное работает. То есть, матрица загорается, шлейф тоже загорается. Каких-то таких визуальных нюансов нет, но мистика происходит. То есть, мы сейчас выясним уже все подетально. То есть, возможно, дело действительно не в материнской платье, а какие-то другие микромоменты. Вот такая вот мистика с утра. Идем дальше. Спасибо, Вань, за пожелать что-нибудь парням. Хорошо кушайте и будьте вообще позитивными. Вот это уровень. Идем дальше. В соседней комнате происходит жесть еще покруче, чем в нашей. Мастер Александр, вы все его прекрасно знаете. Единственный человек, который с инженерным образованием в нашей мастерской действительно может с толком и с грамотностью объяснять многие вещи. Саша, расскажи, пожалуйста, я понимаю, что это не такое интересное занятие, чем ты обычно занимаешься, но что ты сейчас делаешь конкретно? Я разобрал Asus. Это неинтересное занятие. Ты разобрал Asus. Я расскажу, вот это тоже... Да, лучше ты расскажи, потому что мне язык не поворачивает. Да, это тоже история. Саша сказал, он этого не будет делать, но нам придется. Задача. У нас вот такой вот G771 ROG Asus. Очень жаркая штука, наверное, на шестом поколении седьмого. Видеокарточка типа 960 и что-то в этом находится. Подсказываешь, тут седьмой, нет? А седьмой, да. А седьмой, да. Нет, шестого поколения, скорее всего. 960 видеокарта. Проблема в том, что страшный перегрев. Ему в прошлой мастерской человеку уже колхозили, делали дополнительную кнопку выдува на этой всей аппаратуре. Из-за чего у него, конечно, из времени разлетелся родной кулер. Просто, потому что на высоких оборотах невозможно так работать. Мы поставили ему новый кулер, но все равно перегрев достаточно сильный. Человек хочет опять вернуть эту кнопку турбовыдува. То есть, но уже с живым рабочим кулером. И самое, что интересное, это вот тот случай, когда не хочется этого делать, но клиент всегда прав, потому что вещь его, он ее продавать не собирается. Задача просто, ой, ого, какой у тебя магнит мощный отверкивает. Вот в этой области, потому что забор воздуха очень специфический на ноутбуке, профигачить большое количество дырок, потому что подставка у человека, если он холодным воздухом хочет, чтобы забор воздуха был лучше. То есть, то, что мы сейчас происходим, возвращаем переделку кулибиных, по сути, на место. Саша постарается, я думаю, сделать небольшим, чтобы не 5 вольт пускать, да? То есть, каким-нибудь резистором. Ну, можно диод поставить. Да, чтобы напруга все-таки не на сотню он выдувал, хотя процентов на 90, но все равно, чтобы подольше кулер сам пожил. И, конечно, профигачить дырок. В общем, в итоге вы увидите конечный результат, насколько это все помогло. Вот, и Сашка, если что, покажет, как он вставит диодик, и заодно какую-нибудь полезную информацию. Да, мы, может, и ничего не будем ставить, потому что, смотри, судя по всему, с него отключают просто управление. Вот, и остается то, что... Ну, видишь, здесь синий провод. Ну, да, сигнальный. Он либо есть, либо нет. Получается, если ты убираешь синий провод, у тебя обороты возрастают. Просто отслеживание не идет, ПВМ. А, то есть, он не работает не от вольтажа, по сути, а просто одно максимум. Либо есть, либо нет. Нет, у него частично остается вот этот же тахометр. Ну, а сделать мы можем так, чтобы, скажем, не наполнить? Да я вот сам думаю об этом. Как можно избежать такой ситуации? В общем, это творческий процесс, на самом деле. Я могу, наоборот, сделать. Я могу сделать, допустим, из трех-четыре провода. То есть, наоборот, добавить вот этот синий. Ну, сюда ставишь полевитку через желтый, и у тебя будет точно такое же управление, как и здесь. Ну, тогда мы сможем как раз срегулировать, да? В тот момент, чтобы он не на тысячу процентов. Вот тут я тебе не готов сказать, потому что я не проводил такие эксперименты и не добавлял что-то другое в цепь. Ну, вот если попробовать что-то добавить, я тебе тогда скажу. Я могу попробовать на вот этом, потому что он, в принципе, для этого все готов, потому что тут все разъединено. Давай, наверное, так и сделаем, да, попробуем, с какой дурой он будет выдувать задачи сделать, хотя процентов не на сотню, чтобы он разлетелся очень быстро. А вот сверлить, это ж... Берешь и сверлишь. Жесть. Да, берешь и сверлишь, это извращение. Мне это очень и очень нравится. Я по телефону сразу сказал, что это... Ну, человек сказал, продавать этот ноутбук все равно не буду, будет мой, и мне нужны максимально низкие температуры. Ну, что тут сделать? У него подставка есть, которая дует снизу. По-другому ничего не скажешь. Вот редко, но иногда таким приходится заниматься по просьбе. А что делать? Как-то так. Ладно, Сашка, занимайся творческим процессом, мы включимся, когда будет действительно уже какой-то результат плюс-минус. Это то, чем занимается с утра компьютерная мастерская. Движемся. Ну, как ты думаешь, это ж хорошо прямо попасть в этот провод, когда сверлить? А-а-а, не очень. Ничего. Вообще не очень бы хотелось попасть. Ну давай, просверлим пару проводов. Это кошмар. Слепую. Ну, останется он еще и глухой, без динамиков. Кошмар. Жизнный кошмар. Поехали. 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 первого тестирования, он вообще не включается. С третьего, с пятого раза включился, завелся, вроде туда-сюда, я даже клиенту позвонил, он вернулся, посмотрел, что ну вроде, ладно, меняем поддон. Поменяли поддон, опять нет включения, отвал 7670 видеокарты. Причем, представьте, совпадение человек приносит, у него не включается, то есть пока он к нам увез, отвалилась 7670 видеокарта, вероятнее всего, на этом G6. Вот такой случай просто на замене поддона. Тяжелый, тяжелый день, поэтому сейчас мы будем смотреть, переводится ли это на ума режим для полной, так сказать, убедиться, что будет действительно в отвале, вот, но обидно. Человек хотел поменять поддон, отвалилась у него видеокарта. Жизненные случаи здесь, что происходит. Кстати, уже сделали апгрейд нескольким системникам, уже их забрали, это все мелочи жизни. Вот апгрейды у нас более жизненные, старая платформа на 945 чипсете, 775 сокет у человека в стареньком системничке, и до десятки нужно что-нибудь чисто для работы. FX 4430 безукоризненно остался с материнской платой М3+. Сейчас это все полностью настраивается, вот такие вот апгрейдики, дешевые, но гораздо более привлекательные, чем 775, и, конечно же, имеют место на жизнь. Этим мы здесь и занимаемся. Самый, конечно, теперь будет познавательная минутка, которую все очень любите и цените, от мастера Александра. Ябка, что здесь произошло? Конечно же, произошел полное вредительство, ну не вредительство, а модернизация ноутбука. Теперь засос воздуха у него действительно, у человека, поскольку дует конкретно снизу, холодным воздухом на подставке, то это должно помочь хотя бы немножко, я думаю. В любом случае, логика в этом есть. И интересная информация вот так вот от Саши. Саш, расскажи, что у нас в итоге тут получилось. Ну что, пришли мы к тому же варианту, что я человек просил. Я, в общем-то, от этого, от оригинального вентилятора я добился чего я хотел, то есть я смог управлять, ну без синего провода. В данном случае, за что отвечает синий провод? Так же, как и здесь. Ну, это уже делали предыдущие мастера. Я просто их провода использовал в новом вентиляторе. Синий провод отвечает за скорость. Он также очень сильно влияет на обороты двигателя. То есть, если мы убираем синий провод, то есть, вот этой кнопкой получается, что цепь синего провода разомкнута от материнской платы. Сам этот сигнал, вот этот синий провод, он идет от мультиконтроллера материнской платы. То есть, в зависимости от температурных датчиков на мультиконтроллер происходит обработка сигнала и сюда идет корректирующие там напряжение. В зависимости, оно идет от частоты и времени импульса по синему проводу. Вот, в данном моменте сейчас ничего не отслеживается. То есть, мультиконтроллер у нас, наверное, что-то делает, но сигнал сюда не поступает. Поэтому, когда исчезает сигнал синего провода, предусмотрена конструкция, что любой из четырехпроводных вентиляторов, будь то даже обычный компьютерный, он выходит на максимальное количество оборотов. То есть, пятерка подается, правильно я понимаю? Да, у него автоматом пятерка и обороты не регулируются больше ничем. Единственное, что по атакопроводу желтому все равно сигнал как бы идет о том, что сообщает, что обороты максимальные, но они не снижаются, не поднимаются больше, потому что синий провод уже больше не участвует в этом процессе. В двух словах. Скажи, Сань, насколько, конечно, для кулера, если он постоянно на высоких оборотах работает? Не очень, наверное, хорошо. Не знаю, не очень-то душевное это решение, можно было что-то, но у нас просто нет времени, мы слишком... У нас очень много работы, поэтому пришли к такому же... Тут даже дело не в этом, просто нет задачи другой. Да, нет другой задачи. Я согласен с тем, что смотрится это реально по-колхозному, если честно, это кнопка. Мне не нравится. Но решение действительно должно быть рабочее. Надеюсь, температура у человека будет получше. Ничего вредного в этом нет, за исключением того, что кулер наеноз. Но опять же, при максимальной температуре он бы все равно автоматически включался бы на максимальные обороты. Ну а здесь в чем, из-за чего, собственно говоря, весь сербур? Просто потому, что априори он не выходит на максимальные обороты. Причина может быть в плате, причина может быть, не знаю, в кулере. Не выходит автоматически. То есть ноутбук в тротлинг уходит, процессор частоту сбрасывает, а обороты все равно, ну там, я не знаю, процентов может на 70 примерно крутится. То есть он не пользует конкретно, не охлаждает то, что должен делать. Это вот такой вот колхозный. Ни в коем случае не рекомендуется, особенно жалко. Действительно крутые топовые аппараты. Спасибо, Саш. Да, нужно просто больше тратить времени и всем этим заниматься. Вот. У нас нет такой задачи. Я к тому же, это видосик для любителей дырок в корпусе. Я так скажу, это делаю достаточно часто. Кулибины сами для себя. Ну, посмотрим, поможет это человеку или нет. Если что, аппарат вернется еще раз к нам, будем вытворять уже что-то. Тогда уже нужно более детально что-то делать. Что-то более извращенное. Все, сейчас еще что-нибудь под концовочку доброго видео для вас снимем. Вот. Это пробежало еще один день мастерской. Самое интересное, у меня получилось. А, ну скажи давай. Потому что управление у них разное. Вентиляторы на вид похожи, одинаково. Да, на вид вообще один в один, на самом деле. У него даже наклеечка оригинальная. Да, наклейка типа оригинальная. И, ну, управляются по-разному почему-то. Ты же ставил, то есть, сколько сопротивления ставил? Я видел. 15. 15. Ты ставил пятнашку и на 90 процентов выходил примерно по скорости, да? Да, и он вышел на 90 и было. А с этим же фишка не прокатилась в том, что такое. То есть, все, я уже понял, что здесь они применили, собственно, какую-то схемотельку. Да, скорее всего, упростили, потому что это китайцы. Да, что-то упростили. И все работает по-другому. Это к тому, почему мы хотели сделать, чтобы он не на сотню крутился, а на 90 хотя бы. Да, по большей степени. Почему мы стали применять четырехпроводную систему? Она, в общем-то, взаимодействует с каждой катушкой. То есть, датчик холла получает еще с синего провода сигнал. То есть, не постоянно, а сначала на первую, на вторую, на третью, на четвертую. Это дает плавности вращения вентилятора. И регулировка получается максимально точная. То есть, и эффект... Да. Единственное, еще эффект какой? Самый большой. Из-за этого четвертого провода этот вентилятор может вращаться всего лишь на десяти процентах, что не будет происходить с трехпроводным вентилятором. Он может на десяти процентах своей мощности крутиться. То есть, у него диапазон регулировки вращения больше? Да. Диапазон регулировки намного больше. В этом и преимущество. Поэтому на всех современных крутых аппаратах четырехпиновое вращение. Не нужно сильно охлаждать. Он уходит на минималку и его фактически не слышат. Опять же, это акустический комфорт, если нотбук действительно не используется. Все эти моменты очень актуальны. Гуд! Просто гуд. Оп! Ла-лай-ла! Концовочка информации. Ванька, все-таки, смотри, как удачно на самом деле получилось. Это родная материнка от G6 2000. И получилось так, что теперь у человека, несмотря на то, что написано A10, внутри Вань что стоит? 3210. Не A10, а i5 3210. То есть, поменяли, конечно, на i5 будет повеселее немножко камушек. Хотя видеокарта та же самая. К сожалению, эта платформа 2000-ых повеленов G6 не шла. На GeForce-ах видеокартах. Поэтому, блячки все равно у этого ноутбука остаются. Но хотя бы материнская плата полностью рабочая. Лучше, чем сидеть на UMA-режиме. Хотя эту плату можно перевести на встроенное видеоядро от процессора. Но, к сожалению, человек хочет, ну или к счастью, еще поиграться на этом ноутбуке. И 7670, которая и так 8 лет подряд выжила каким-то чудом, будет продолжать играться. Это один момент раз. Следующий момент, который вот, что происходит вовсе, люди приносят на оценку. Парни сегодня забежали, кучу железа принесли. Говорят, купите у нас это все. Причем принесли гораздо больше. Я от некоторых сразу открестился тут. Из всего то, что вы видите, живой один, жесткий, все остальное. У этой не работает слот на материнке, это вообще не запускается. Камень вроде как рабочий, память с прогаром. Еще не проверял корпус и блок, там айркуловский, 550-ник. В общем, это то, с чем приходится. Столько всего принесли и практически ничего не рабочее. Очень-очень жаль, хотя рабочее железо нам катастрофически нужно. Там все работает, настроено. Последнее хотелось сказать, что завершить. Над чем мы сейчас работаем и вообще что вовсе происходит, чтобы, так сказать, для понимания движения. Момент организации очень важный, который сейчас, чтобы каждый понимал, что происходит. Мы заказали, буквально пришел наш друг, подписчик уже, Миша его зовут. Большой тебе Миша. Мы сделаем сюда стоечку ресепшена. То есть еще одна рабочая зона. И здесь специальная программа для учета, мониторинга и выдачи товар-кленка. Здесь мы сделаем нормальную тестовую зону. Также повесим все мониторы на стену. То есть это пока такой колхоз уберется. Большой плюс. И пойдемте последнее, что вам покажу, расскажу. Небольшой гардеробчик в этом месте сделаем. Полку делается еще одна сюда. То есть такой мебельный апгрейд офиса происходит дальше. Здесь, конечно, самое что сложное, это как раз таки, я очень-очень хочу достичь того уровня, чтобы у нас все четко было. Да что ты смеешься, это кошмар на самом деле. Просто жесть, если так, друзья, по факту. Это наш маленький склад, за который я пять тысяч месяцев аренды плачу. Метров тут, наверное, я не знаю, может, семь-десять, наверное, около того. Не суть тоже. Заказали нормальные шкафы. И это все, вот тут, чтобы вы понимали, вот это рабочие ноутбуки, ну полурабочие такие. То есть, на которых либо нет времени. Это вот про вопрос, что с оленвером. Оленвер где валяется? Вон! Вон наш оленвер. Вот. И это спрашивает, что с оленвером? Вот он лежит. И чтобы вы понимали, поскольку он наш, руки на него где-то заходят. Это все тоже ноутбуки, рабочие материнские платы, либо какие-то микро-проблемки, на которых нужно. По факту они лежат. Вот в точности я отсюда взял материнскую плату на G6 2000. Потому что там были какие-то нюансы либо по корпусу, либо еще. Я просто говорю, лучше придет когда-нибудь ноутбук, и мы вставим эту материнскую плату, так это и происходит. Здесь же у нас паяльная станция инфракрасная тоже стоит. И, к сожалению, вот она все вот в таком положении, даже без вытяжки, к сожалению, тоже над этим работаем. Сделаем вытяжку, сделаем удобное рабочее пространство. Этим в ближайшие, наверное, пару недель мы будем заниматься. Спасибо, что посмотрели этот ролик, друзья, чтобы сильно его не затягивать. Безумно ценим, что вы проявляете интерес, поддерживаете. На самом деле, если бы ни вы, ни ютуб-канал, было бы гораздо сложнее и тяжелее. Я чувствую, что мы набираем потихонечку обороты, начинаем разгоняться на тот темп, который бы хотелось. Делаем максимально здорово и качественно. Все в процессе, все трудятся. Поработаем еще немножко, чтобы поработать потом уже над действительно нюансами и красотой всего остального процесса. Все, увидимся с вами в будущем в новых роликах про компьютерную мастерскую и PC. Просто про людей, про мужиков, про жизнь, про Россию. Вот так вот. Все, всем счастливо, бодрячка. В общем, не скучайте и почаще улыбайтесь. Все, самое главное. Пока-пока.